Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви с новым богослужением. Приглашаем всех. Давайте начнем с хлебоприловления, причастия. Дорогой Иисус, спасибо тебе за твою смерть на кресте, за то, что ты отдал свою жизнь, за жизнь мира, и мы исполняем твою заповедь. Ты сказал, ешьте мою плоть и пейте мою кровь, и будете иметь жизнь вечную. Этот хлеб – это твое тело, это вино – это твоя кровь. Аллилуйя. И ядущий твой плоти, пьющий твой кровь имеет жизнь вечную. Кто не будет есть плоти, сына человеческого и пить его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Мы хотим жить, поэтому мы исполняем то, что говоришь ты. Едем твой плоти и пьем твою кровь. Аллилуйя. Мы являемся причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Аллилуйя. И слава тебе, Иисус. Сегодня, приближая нас к себе, мы знаем, что мы близко к тебе, что ты ближе к нам, чем наше дыхание. Но мы имеем в виду то, чтобы познавать тебя больше, чтобы наш разум был расширен, сердце расширено для того, что принимать от тебя во имя Иисуса Христа, чтобы твой свет горел все ярче и ярче в нас и в наших жизнях. Во имя Господа Иисуса Христа молюсь. Аминь. Это тело твое за нас сломимое. Ешьте это все. Это кровь твоя. За многих изливаемого оставления грехов. Пейте это все. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Давайте прославим нашего Господа до конца всей земли. Слава тебе, Иисуса Христа. И миру расскажу все о себе я, но я призван тобою, я призван тобою. Живу я для твоих советований, я не скрою, я не скрою. И за спею я в тебя, я пойду до конца всей земли, до конца всей земли для тебя. Слава тебе, Иисус. И миру расскажу все о тебе, я призван тобою, я призван тобою, живу я для твоих обедований, я не строю, я не строю. И с успеем я в тебя, я пойду, на концов всей земли, на концов всей земли для тебя, единственный Божий, Сын, на мир весьма, на ты, Бог, на ты, Бог. И с успеем я в тебя, я пойду, на концов всей земли, на концов всей земли для тебя, единственный Божий, Сын, на мир весьма, на ты, Бог, на ты, Бог. Аминь. Слава тебе, наш Господь. Первая писала Никита. Аминь. 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 Пятая глава, шестнадцатого по двадцать четвертый стих. И будем сразу переводить эти стихи Священного Писания на себя. Пятая глава, шестнадцатого по двадцать четвертый стих. Во всей полмоте и мой дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока пришествия Господа моего, Иисуса Христа. Верим призывающий Меня, который и сотворит сие. Аминь. Аллилуйя. Если мы отождествляем Слово Божие лично с Тобой, то Слово Божие отождествляет нас лично с Тобою. Аминь. И аллилуйя. Это Слово непременно совершит то действие, да, для чего Господь послал его в наш разум и в наши сердца. Да, сначала в разум к нам попадает, потом в наше сердце. Аллилуйя. Либо наоборот у кого-то, да. Сначала в сердце, потом в разум. Главное, чтобы попало. Главное, чтобы исполнилось. Всегда радуйтесь, говорит апостол Павел, пишет, пишет нам, современным христианам, чтобы мы всегда радовались, потому что это ресурсы Царства Божьего. Так как мы с вами перешли из Царства Тьмы в Царство Возлюбленного Сына Божьего, то наше нормальное состояние – это радоваться всегда. Не перестанно молитесь, это, то есть наше состояние, единение с Богом должно быть, мы должны осознавать, что всегда Господь, Его присутствие, постоянное присутствие Бога в моей твоей жизни. То есть независимо от того, где ты находишься, в каком месте земного шара, и находишься ли ты в помещении, где собираются верующие люди, или не находишься ли ты, то есть не имеет значения. То есть молитва – это непрестанное состояние, то есть непрестанно. То есть ты не теряешь связи с Богом, как только ты вышел из храма православной церкви, например. Ты не теряешь связи с Богом, то есть Бог продолжает быть с тобой всегда, независимо от того, где ты находишься. Зашел ты в храм или вышел ты из этого храма – не имеет значения. Молитва не прекращается с выходом из здания церкви. То есть это непрестанное состояние. Молитесь непрестанно. За все благодарите написано. Так как мы с вами во Христе Иисусе, да, то мы за все благодарим, потому что Бог так хочет, да, чтобы мы за все благодарили. И мы сами знаем, как, когда в нашей жизни случаются неприятные вещи, да, когда ты стараешься, да, вот, можно сказать, быть хорошим человеком, но и, там, хорошим работником, там, или хорошим родителем, там, или хорошим ребенком. Но все никак не можешь угодить, вот, все, все и все равно плохой, вот, и все равно никакой благодарности за то, что ты, там, стараешься, там, для своих детей, там, или для своих родителей, или, там, служишь, там, в церкви, вот, и никакой благодарности. Вот, это неприятное, да, состояние, вот, неприятное ощущение, вот, и Господь, так как Господь, Он всегда, о нас всегда заботится, да, и Он заботится о нас кропотливым, всегда печется о нас, вот, и Он хочет, чтобы мы благодарили Его, написано, за все. Потому что мы перешли из царства тьмы, из царства возлюбленного Сына Божьего. И всякие дары, которые мы получаем от Господа, от Отца Небесного, это добрые дары. Всякий дар свыше исходит от Отца Света. Все, что в нашей жизни хорошего, да, происходит, это все от Отца. Поэтому написано, что за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. То есть мы с вами находимся во Христе Иисусе, да, в Нем. Духа не угощайте, написано. То есть есть моменты в нашей жизни, когда мы сильно ощущаем Святого Духа в нашей жизни, а иногда мы его вообще не ощущаем. Это значит, что мы, ну, нужно зажечь это такой Духа Святого. Нужно снова, как сказать, возгревать, да, возгревать этот дар Божий, который внутри нас. Потому что Бог даровал нам вечную жизнь. И нам нужно возгревать эту вечную жизнь, которая внутри нас. На нас лежит ответственность, чтобы возгревать этот дар. Вот. Мы это можем делать разными способами. Хвалою, например, когда мы поем Господу, да, то мы ощущаем движение Святого Духа внутри нас и вокруг нас. Вот. И Бог находится в словословии своего народа. Когда мы Слово Божие исповедуем, Дух Святой приходит, да. Когда мы прославляем Сына Божия, Иисуса Христа, Дух Святой приходит. И Дух Святой таким образом не угошается, когда мы славословим Господа, когда мы говорим Слово Божие, когда мы провозглашаем Слово Божие, когда мы говорим, кто мы есть по Христе, когда мы исповедуем, аллилуйя, когда мы исповедуем свою веру, аллилуйя, когда мы проповедуем, когда мы благовествуем. Вот, Дух Святой не угошается. Пророчество не уничижайте. Ну и пророчество это, значит, если кто-то тебе что-то сказал, да, вот, напророчествовал тебе там в твою жизнь, ну, твое будущее сказал тебе, да, вот, то написано не уничижайте. Или ты сам пророчествовал там в свою жизнь, да, что-то. Вот, например, я пророчество говорю, рано им Иисуса, ты исцелён. Иисус, это пророчество. Вот, и нельзя уничижать это пророчество, нужно сказать аминь, нужно сказать аминь. Когда ты не соглашаешься, да, с этим пророчеством, то ты, получается, уничижаешь его, уничижаешь. Вот, и Дух Святой, это Дух Пророчества. Написано, что Дух Святой, Он наставит нас на всякую истину, да. Он не будет наставлять нас на ложь, на всякую гадость, Он будет наставлять нас на всякую истину. Как мы знаем, что истина – это Иисус. Истина – это то, что освобождает нас, делает нас свободными. Оно не порабощает нас, оно делает нас свободными. И Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Он напоминает нам, учит нас тому, чему учил Иисус. И это Дух Пророчества. Написано, что Дух Святой утешает, да, Он утешит, или в то же самое время Он будущее возвестит вам. А наше будущее, оно прекрасно. Наше будущее во Христе, оно прекрасно. И когда тебе пророчествуют, ну, не надо уничижать этого пророчества. Нужно сказать «Аминь», «Аллилуйя». Например, тебе говорят, что ты исцелен от всех болезней, или ты не умрешь никогда. Скажи «Аминь», «Аллилуйя». Не все мы умрем, но все изменимся. Скажи «Аминь», «Аллилуйя». Написано, все испытывайте, хорошего держите. То есть ты хочешь, допустим, ну, идешь по жизни, да, и какая-то ситуация там в твоей жизни неблагоприятная, да. И вот тебе побуждает Дух Святой поступить именно так, как Он тебе говорит. И ты можешь попробовать сделать то, что говорит тебе Господь. И посмотреть, вот, какие будут плоды. Какие будут плоды в твоей жизни. Если все хорошо, то, значит, все ты сделал правильно. Да, поэтому написано, все испытывайте, хорошего держите. То есть Бог не предлагает тебе сделать что-то плохое. Он всегда предложит тебе держаться хорошего. Аминь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Аминь. Ну, понятно, да. Написано, что Сам Бог, Сам Бог лично, да. Да, мира, да, светит вас во всей полной. Сам же Бог мира. Ну, Бог мира – это значит мир Божий, да, который в твоем сердце, в твоей душе. Этот Бог мира, он не приносит в твою жизнь хаос, он не приносит в твою жизнь страх, угнетение, там, тоску, всякие скорби, всякие, там, болезни и так далее. Это, мы верим не в такого Бога, мы верим в Бога мира, который приносит мир. Вы знаете, что, когда у человека мир, да, он счастлив, когда у него нету никаких страхов. Такой человек счастлив, он свободен. Вот. И этот Бог мира, наш Бог мира, да, да, светит нас во всей полноте. Осветить, то есть, освящение, святость – это принадлежность Богу, принадлежность Богу. Святой – это не тот, который идеальный. Святой – это тот, который принадлежит только Богу и больше никому. Святой – это тот, который принадлежит Иисусу Христу. И написано, что сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, написан. И ваш дух, и душа, и тело, да, сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, если ты освящен полностью Богом, то есть, принадлежишь полностью Богу, то обязательно написано, слово Божие говорит, да, что и дух, и душа, и тело во всей целости. То есть, сохранится без порока, написано. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сию. То есть, Бог, Он верный, и Он для этого нас и призвал. Он для этого нас и осветил. Для того, чтобы мы были в Нем, в безопасности, да, и чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Зачем Бог призывает, чтобы сделать нашу жизнь невыносимой? Нет. Слово Божие так не говорит. Даже если ты чувствуешь, да, что твоя жизнь кажется невыносимой. На самом деле ложь дьявола. Просто выгони этот дух смерти во имя Иисуса из своей жизни. Выгоняй его. Не надо его мусорить. Не надо его прокручивать в своей жизни. Не надо его лелеять. И давать повод дьяволу, да, аплодировать тебе. Выгоняй его сразу, вообще не давая ему места. Вот. Если вдруг нападает на тебя какая-то тоска там, сразу выгоняй его. Не надо вообще впадать в это. Не надо впадать и не надо давать место дьяволу, да. Во имя Иисуса Христа. Не позволяй ему манипулировать. Аллилуйя. Своей ложью. Потому что он обманывает тебя. И даже, может быть, он там наговорил тебе целую кучу. Куча мыслей тебе пришла негативных, да. Каких-то мыслей, которые из царства сатаны пришли к тебе. Вот. Но это нужно выгнать. Мы должны быть выше этого. Поэтому нам нужно пребывать в Слове Божьем, да. Чтобы не забыть. Не забыть, кто мы есть. Не забыть наше призвание, да. Для чего нас Бог избрал. Зачем Он нас выбрал. Зачем Он нас спас. Вот. Он хочет сделать нашу жизнь полную. Чтобы была полная чаша. Чтобы мы прославляли Бога своей жизнью. Чтобы Бог показал свою славу на своем народе Божьем. Чтобы Он показал себя. Какой Бог. Вот посмотрит на твое жизнь и скажет. Это что, Бог что ли с тобой это сделал? Вот. Зачем я к такому Богу пойду, который вот с тобой это делает? Вот. Давайте будем прославлять свою жизнью, да. Бог не посрамит нас. Даже если вот Иисуса убили, да, на кресте. Там плевали в Него. Вот. Но Бог его все равно возвысил. Он его прославил. Даже если будут люди, которые будут плевать там тебе. И, в общем, ни во что не ставят тебя. Вот. Но они придут, потом поклонятся тебе. Слово Божие говорит, да. Будут лизать прах твоих ног, написано. Это Слово Божие говорит. Аллилуйя. Потому что Бог, он не оставит, да, без внимания, если прикасаются к помазанникам Божьим. Там написано, что не прикасайтесь к помазанникам Божьим, потому что если вы прикасаетесь к помазанникам Божьим, то Бог, он... То вы касаетесь единицы ока самого Бога. Поэтому лучше быть мудрыми, да. Не надо идти против рожно. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, давайте начнем уже размышлять над Словом Божиим. У нас сегодня на очереди Иоанна 4, 11. Иоанна 4, 11. Женщина говорит ему, господин, тебе подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда уже тебя вода живая? Аминь. Ну, это отрывок из Священного Писания, когда Иисус подошел к колодцу. Вот, потому что он очень устал и хотел пить. Вот, было около шестого часа. Вот, и пришла самарянская женщина, чтобы набрать воды из колодца. Но и Иисус попросил ее, дай мне пить. Вот. И она была самарянка, а Иисус, он был иудеем. И вообще не принято, чтобы иудеи общались с самарянами, потому что это, может быть, было не принято, это был грех, потому что считалось, что самаряне – это грешники, вот, проклятые, вот. А иудеи, они считались, ну, Божьим народом. И она очень удивилась, что иудей заговорил с нею, да еще и воды у нее попросил. Вот. И он говорит, если бы ты знала, кто просит у тебя воды, то сама у него просила бы, и он бы дал тебе воду живую. Если бы ты знала, кто у тебя просит воды. И, знаете, есть в Священном Писании такое место, да, когда Иисус скажет, я жаждала, вы не дали мне пить. Вот. А люди начнут спрашивать, а когда мы видели тебя жаждущим? И он скажет, если вы не дали воды одному из малых сил, то есть моим детям, если вы не дали воды, вот, то значит, не дали мне. Аллилуйя. Скажи, я дитя Божье. Скажи, я дитя Иисуса. Ну, если тебе не дали воды, то, значит, не дали самому Иисусу. Так вот она просит у нее, так Иисус просит у нее воды. Она спрашивает, колодец глубокий, а тебе даже черпать нечем. Вот. Откуда у тебя может быть вода еще и живая? Вот. Когда мы приходим, да, в этот мир и говорим, что у нас есть живая вода, у нас есть вечная жизнь. Аллилуйя. Мы предлагаем, да, вечную жизнь, потому что у нас она есть. Вечная жизнь, вода живая, это Иисус. Аллилуйя. У нас есть Иисус. Мы имеем Иисуса. Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Скажи, я имею вечную жизнь. Я имею вечную жизнь. Я имею Иисуса. Гнев Божий на мне не пребывает, потому что я веру в Сына Божий. Аллилуйя. Так вот, эта женщина сказала, что тебе даже черпать нечем. Порой, да, да, ну, тебе скажут, откуда у тебя может быть что-то хорошее для моей жизни, если у тебя у самого, вон, ничего нету. У тебя жены нету, у тебя мужа нету, у тебя там жилья своего нету, у тебя вообще ничего нету. А ты мне еще говоришь, что у тебя что-то есть, что-то есть предложить для меня. Вот. Так эта женщина сказала, тебе черпать-то нечем, откуда у тебя еще живая вода? Вот. И потом Иисус сказал ей, да, всю ее жизнь рассказал. Она говорит. Вот то, что ты имеешь, да, сейчас. Жилье свое, там, мужа, жену, там, детей своих, там, земли. Ну, все земные, земные блага, да, чем гоняются люди этого мира. Вот все у тебя это есть. И ты этим, ну, как бы, наслаждаешься в своей жизни. Ну, написано, да, Иисус говорит, что всякий, кто эту воду пьет, он опять вас жаждет. Он все равно, ему будет все равно мало, он будет хотеть еще. Он будет хотеть еще больше дом. Там, и ему будет мало того, что у него там жена, там, дети. Он захочет еще себе чего-нибудь, да. Все мало человеку. Сколько бы ему ни давай, душа, да, она как преисподняя. Она как бездна, да, вот. И она, душа, она ненасытима. Преисподняя и о воду ненасытима. И так же душа человеческая. Она все дай, 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 ей все мало. Вот. Так, когда люди пьют эту воду, да, обыкновенную, ну, то есть, все вот блага земные, да, которые имеет человек, он все равно опять вас жаждет. Мы на своем опыте тоже знаем, да, что кушать хочется всегда, каждый день. Вот. Ты не можешь наесться, наесться, наесться за всю свою жизнь, вот, за один раз и потом больше не есть. Ну, не получится у тебя так. Все равно захочется опять. Так вот, Иисус говорит, что у него есть вода живая, да, которая, если будет человек пить, он не будет жаждать никогда, написано. Вот. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечно. Аминь. То есть, есть какая-то вода, которую дает Иисус, вот, от которой мы не будем жаждать вовек. Никогда, то есть, никогда ты не будешь жаждать, никогда ты не будешь, там, хотеть еще, хотеть еще, еще, еще и все, мало и мало и мало. Вот. Но почему-то в нашей жизни, да, даже в христианской жизни, вот сколько я вижу, да, даже и песни поются такие. Жажду тебя, Иисус, приди ко мне, ну, мне мало тебя, я хочу еще. Ну, мы так поем, потому что мы еще земные, да, плотские, мы еще здесь земными своими мерками живем. Но Бог хочет нас поднять на тот уровень, чтобы мы уже были, думали, да, не о земном, а о небесном, о горнем помышляли, а не о земном. Потому что мы уже на небесах посажены во Христе Иисусе, и нам нужно, и мы там всегда будем посажены на небесах во Христе Иисусе. Не будет так, да, что сегодня ты сидишь на небесах во Христе Иисусе, а завтра уже не будешь сидеть. Послезавтра сидишь, а послезавтра не сидишь. То есть всегда мы должны осознавать себя, да, что мы сидим во Христе Иисусе на небесах. Аллилуйя. По правую руку Отца во Христе. Иисус сидит по правую руку Отца, одесной Бога Отца, а мы во Христе. Аллилуйя. Иисус сказал, что Я в Отце, и Отец во Мне. Аллилуйя. И Агнец Божий, да, Он превознесен превыше небес. Аллилуйя. Мы сами рождены свыше. Написано, что Бог, Он сделал нас, оживотворил со Христом, воскресил. Да, когда Он нас воскресил со Христом, мы стали новыми творениями в Христе Иисусе. Новое творение. Скажи, Я новое творение во Христе Иисусе. И новое творение Бог посадил на небесах во Христе Иисусе. Новое творение Бог посадил на небесах во Христе Иисусе. Аллилуйя. Но есть еще рождение свыше. То есть, когда человек рожден от Бога самого. То есть, это уже не творение, потому что... И потому что это рожденное, потому что Иисус, Он рожден от Бога, Он единородный Сын Божий, Который рожден от Него, и Который пришел, Который всегда был, есть и будет. Но Он стал человеком не сразу, Он стал Сыном Человеческим 2000 лет назад, не раньше, но прежде, нежели был Авраам, Я Есмь, Он про Себя сказал. То есть этот единородный Сын Божий пришел в этот мир, стал человеком, стал творением, получается, потому что человек – это сотворенный и созданный. И мы в Нем, во Христе, мы новые творения во Христе Иисусе, но есть еще выше, есть рождение свыше, то есть есть, что мы рожденные свыше, мы рожденные свыше от Бога, поэтому мы называем Бога своим Отцом, потому что мы родились свыше, мы родились от самого Отца. Вот. Мы младшие братья и сестры Иисуса Христа. Вот. Мы сродненные с Ним кровью Иисуса Христа. И написано, что Агнец Божий, да, Иисус Христос, Сын Божий, да, этот Агнец Божий, который был заклан прежде создания этого мира, он превознесен превыше небес, то есть мы на небесах, новые творения на небесах находятся. Но те, кто рожден свыше, они превыше небес находятся. Они превыше небес, потому что Агнец Божий, он превыше небес, он превознесен превыше небес. Вот, и Агнец Божий, он написано, что те люди, да, кто были записаны у Агнца Божьего в книге жизни, Аллилуйя, скажи, я записан у Агнца Божьего в книге жизни, в книге жизни у Агнца. Мое имя в книге жизни у Агнца, Аллилуйя, мое имя в книге жизни у Агнца Божьего, и поэтому, да, я не буду брошен в озеро Огненное, потому что написано, кто не был записан в книге жизни у Агнца Божьего, тот был брошен в озеро Огненное, с ним звери уже проорут. Потому что если человек, который не записан в книге жизни, Бог записал его в другую книгу, и другие книги, да, в которых написаны все дела, плохие, хорошие, плохие, хорошие, и те люди, которые записаны в этих книгах, они будут судимы по своим делам, что они делали, доброго или худого в своей жизни. Но тот человек, который рожден свыше, он записан в книге жизни у Агнца. Скажи, я записан в книге жизни у Агнца Божьего. Вот. Я рожден и свыше, я пришел с небес, Аллилуйя. Я пришел, да, свыше, я пришел оттуда, Аллилуйя. И как рожденные свыше, да, да, мы не должны жаждать никогда. Вот как новое творение, может быть, ты будешь жаждать. Ну вот, как новое творение во Христе Иисусе, может, ты будешь жаждать и говорить, дай мне еще воды, Господь, я жажду, я жажду тебя, приди ко мне, Дух Святой, наполни меня, Дух Святой. Ну вот, как новое творение, я жажду, я прошу Бога, да, приди, Дух Святой, наполни меня. И действительно, Дух Святой приходит, наполняет меня, как новое творение во Христе Иисусе. Вот. Но есть еще выше. Согласитесь, что Агнец Божий превыше небес. И я это не от себя придумала, это Священное Писание говорит, что Агнец Божий, он превознесен превыше небес. Это говорит Священное Писание. Вы найдете это в Библии, если хорошо поищите. Вот. И Аллилуйя Господу. Нам нужно достигнуть уровня, да, такого, чтобы мы могли сказать, я не буду жаждать никогда. Потому что вода, которую дал мне Иисус, она течет в жизнь вечно. Аминь. Аллилуйя. И потом эта женщина, да, сказала, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. И тогда Иисус ее говорит, иди, пойди, позови мужа твой, приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правда ты сказал, что у тебя нет мужа? У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Видите, Иисус ей сказал о ее жизни, да, ну вот о грехе. В грехе ее обличил, потому что если бы у нее был муж, да, она бы позвала своего мужа, да, тогда бы, может быть. То есть, а зачем вот Иисус, вот как вы думаете, зачем Иисус сказал, иди позови своего мужа? То есть, он тем самым дает сказать, да, что грехи, вот, то, что нужно в нашей жизни исправить, да, в этой нашей земной жизни, то, что нужно исправить, нужно исправить. Чтобы не жаждать никогда, чтобы вода живая, она текла в нас, в жизнь, в вечную, да. Вода, которая, я дам ему, написано, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. А жизнь вечная – это Иисус. Это Иисус Христос, это есть жизнь вечная. И эта вода в нас, которая должна течь в Него, в жизнь вечную. Аминь. Тогда я не буду жаждать никогда. Да, жаждать, ты не будешь жаждать вовек. Как новое творение, я жажду, да. Среди ко мне, Святой Дух, наполни меня, мне тебе мало, я жажду, у меня жажда. Среди ко мне, я хочу тебя еще, еще, еще больше, больше, мне мало, мало, мало. Если есть в тебе, да, если ты рожден свыше, да, и твое имя записано в книге жизни, ты превыше небес, превознесен. Ты в нем, потому что Иисус это и есть агнец Божий. Да, ты посажен во Христе Иисусе на небесах. Но есть еще выше, превыше небес. Вот. Потому что Тот, Который умер за нас на кресте, букву превознес превыше небес даже. И мы в нем умерли во Христе. И мы с ним воскресли, он нас посадил на небесах во Христе Иисусе. Аллилуй. Превыше небес, да, превыше небес. То есть это вода, которая внутри нас, она должна течь, течь в жизнь вечную. И мы не должны жаждать никогда. То есть застегнуть такого уровня, да, чтобы не жаждать никогда. То есть нам нужно поверить. Поверить, что твое имя записано в книге жизни у агнца Божьего. Если твое имя записано в книге жизни у агнца Божьего, а агнец Божий, он превознесен превыше небес. Аллилуйя. То ты не будешь жаждать никогда. Аллилуйя. И ты будешь источать из себя ту воду, да, живую, которая будет течь в жизнь вечную, в Иисуса, который в братьях, в сёстрах, того Иисуса, который в них живёт. Аллилуйя. Потому что кто не от Бога, тот нас не слушает. Написано. Вот. Потому что нас слушают только те, которые от Бога. Аллилуйя. Им нужна эта вода живая. Текущая в жизнь вечную, да? Аминь. Потом эта женщина пошла всем, рассказала, да, что Иисус это пророк, что это мессия. Она пошла всем, рассказала. Она призналась, да, у меня нет мужа, да. Правильно ты справедливо сказал. То есть призналась она, да, что в её жизни неправильно. Она призналась. Что-то мешает, да? Что-то мешает. Получается, она исповедовала свой грех пред Богом, да? И кровь Иисуса Христа написана «Омывай нас от сердца греха». Когда ты признаёшься, что что-то в твоей жизни неправильно. Ну, давай, признайся. Признайся, что нужно исправиться. Аллилуйя. Так. Слава Иисусу. И глава 4, 10 стих Иоанна. Иисус сказал ей в ответ. Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. То есть вода живая есть. Мы должны знать, что вода живая есть. И что живая вода есть у Иисуса. Аллилуйя. И что мы можем просить эту воду живую у Иисуса. Аллилуйя. И начать уже пить эту воду живую, которая есть у Иисуса. И чтобы эта вода живая стала в нас, внутри нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Значит, в Иисуса. В тех людей, в которых живет Иисус. Аллилуйя. Она должна течь, эта вода, живая в них. Через нас. То есть мы друг от друга напаяемся, можно так сказать. Аллилуйя. Давайте споем живая вода. Аллилуйя. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Уже Субтитры создавал DimaTorzok Такого я еще не видел Вот Не грешит Субтитры создавал DimaTorzok И как узнать Субтитры создавал DimaTorzok Во Христе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А тут тебе нужно отдать То, что ты от трудов своих заработал, чтобы самому радоваться А тут надо, получается, свою душу отдать То есть поделиться со своим братом, да? Который в нужде находится Аллилуйя Аллилуйя Вот Ну, слава Богу, я ходила в такую церковь, где есть систематическая, да? Когда ты систематически просто отдаешь на служение Богу, да? Там десятины, пожертвования То есть это стало системой уже систематическое отдавание Вот Отдавание То есть когда священнослужитель только тем и занимается, что служит в церкви У него нет работы, на которую он мог бы пойти, да? Чтобы заработать себе на жизнь И священнослужители, они живут на пожертвования, там, на десятине То, что народ приносит Вот, жертвует Это и есть со стороны братьев и сестер Любовь, да? К своему брату Получается, ты таким образом полагаешь свою душу Забраться Своему Аллилуйя Дети мы И затворяешь, да? И затворяешь сердце Для того, чтобы с братом своим поделиться, да? Написано Как пребывать в том, что любовь Божия То есть ясно То есть ясно, что там любви Божией нету Потому что Он закрыл свое сердце Закрыл свое сердце, да? Бог ему дал все Достаток ему дал А он Закрыл сердце Помните Крошками Крошками Со стола богача Вот Такого богача Это он Пиршество Но ни разу не поделился с ним Вообще Ни разу Достаток Он имел Но ни разу не поделился С ним Он Видел, что лазер там у него нищий У его ворот сидит Но не поделился Он имел достаток Он имел достаток И этот достаток ему дал Господь И кто имеет достаток в мире Это Господь дал тебе достаток Вот И для этого нужно Чтобы Показать, да? Что ты рожден и свыше Что ты рожден и свыше Вот Как определить Ты рожден свыше Или не рожден свыше Любишь ты брата своего Или не любишь брата своего Ну, честно говоря Для меня Было Не тяжело Отдавать десятую часть Систематически Ну, на служение Богу То есть это уже было Организованное служение Богу Организованное служение Богу То есть когда люди Организованно служат Богу, да? То ясное дело, что Там уже масштабы служения Распространения Евангелия Идут намного эффективнее И лучше, да? Конечно же Поэтому Бог И придумал эту систему Для систематического Отдавания Вот Чтобы у тебя уже Голова не болела Отдал уже И все И успокоился То есть ты Таким образом Ты полагаешь Душу за братец Это значит Ты рожден свыше Рожден свыше Так и определяется Рожден ты свыше или нет Можешь ты положить душу свою За брата своего или нет То есть Если ты даже холодной воды дашь Да? Ребенку Божьему То есть Рожденному свыше То истинно Истинно Говорю тебе Не потеряешь награды свои Написано Да? И За кого ты почитаешь этого человека Если ты почитаешь его за пророка То получишь награду пророка Да? Вот за кого почитаешь Того награду ты и получишь Вот мы так должны друг друга почитать Понимаете? Ну там Какого-то служителя Который служит там Богу С почтением относиться Аллилуйя Вот как ты к нему относишься То ты и получишь Такая награда Нас и ждет Аллилуйя Псалом 30.24 Псалом 30.24 Псалом 30.24 Любите Господа Все праведны Его Господь хранит верных И поступающим надменно воздаются сбытков Аминь Господь Господь хранит верных Мы с вами верны Потому что Мы с вами стали причастниками Божеского естества То есть через Христа Через Сына Божий И Нельзя сказать про себя Что ты неверный Потому что мы верны Все Потому что Он верный Если Он верный То значит ты тоже верный Если Бог святой То ты и святой Если Бог праведный То ты и праведный Если Бог совершен То ты и совершен Аллилуйя Каков Бог Так таковы и мы С вами То что рожденные свыше И написано Любите Господа Все праведны Его То есть Иисус Он любит Отца Небесного Да И мы с вами Так как мы являемся Причастниками Божеского естества Мы тоже Его любим Так что невозможно Не любить Бога Потому что Это Его характер Он есть любовь Это Его природа Он есть любовь И Господь хранит верных Вот Это не значит что Ну если ты Ну Думаешь Думаешь про себя Плохо Например Что ты неверный Что ты там Предатель Что ты там предал Иисуса И так далее Это не правда Все это ложь Это ложь Вот Твоё мнение Твоё мнение о тебе Оно Должно быть ниже Чем мнение Бога О тебе А Бог думает О тебе хорошо Он думает Что ты верный Потому что В тебе Иисус живёт В тебе Дух Святой живёт Поэтому Он думает Что ты верный Что ты верный И ты так же думаешь Как и Бог про себя Так же как Отец Небесный Думает о тебе Так же и ты думаешь о тебе Что ты верный И так как ты верный То Бог хранит тебя Хранит И написано И поступающим Надменно Воздаётся Взбытком То есть Надмение Надмение Это такое Нехорошее качество И Вот везде В Ветхом Завете написано Я Господь Я Господь Я Господь Я могу сказать Потому что Он якает везде Господь Что он надмен Нет Это Это Не значит Что если он везде Говорит я я я я То он надмен Нет Это Надмение Это когда Мы не соглашаемся С тем что С мнением Бога о себе Да Когда мы не соглашаемся С его словом Когда мы Противостоим Ему Его Слову Когда мы не соглашаемся С мнением Бога о себе Тогда Это 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 и есть Надмение Это и есть Надмение Написано Поступающим Надмена Воздаётся избытком Не думая о себе Что ты неверный Вот И не думая о себе Что ты неправильный Потому что ты правильный Ты верный Потому что Когда ты думаешь о себе Что ты Неправильный И что ты Неверный Таким образом Ты Говоришь Что Бог такой Потому что Бог в тебе живёт Ты и Бог Это одно Один Дух Мы соединились с Ним Да Через Иисуса Христа Соединились с Господом Соединяющийся с Господом Есть один Дух С Господом Поэтому Когда я говорю Что я неверная Или Я неправильная То я говорю Что Что Бог такой Это и есть Надмение Вот И Такому человеку Конечно Бог воздаст По его Надмению Давайте не будем Надменными Будем соглашаться С Господом Да Смиренно Согласимся с Его Словом Что мы верные и праведные Совершенные Святые Чистые Непорочные Неповинные Вожделенные Или ты можешь не согласиться Да Ну Со всеми перечисленными Качествами природы Бога Вот Согласиться А вот с Вожделенным Нет Потому что Вожделенное Это что-то такое Непонятное Что-то такое Греховное Подумаешь Да Но Ты должен согласиться Потому что Слово Божие так говорит Что мы Вожделенные Возлюбленные Господь Аминь И Бог Сейчас Нам Это откроет Псалом 30 24 Давай 30 24 Прочитали 96 10 96 10 Столок 96 10 10 10 10 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 15 18 20 22 22 22 23 23 24 23 24 25 То есть из руки неверующих избавляет он святых, то есть от их нападков избавляет. Если вдруг кто-то там против тебя, то это не от Бога. Если кто-то восстал против Дитя Божьего, это не Бог послал. Это вот будут вооружаться против тебя, написано, но не от меня. И всякий, кто будет вооружаться против тебя, тот падет, написано. Аминь. Потому что Бог сильнее, а Бог живет в тебе, Бог живет во мне. Аминь. Поэтому мы так ненавидим зло. Аминь. Мы смотрим, да, вокруг, и мы ненавидим зло, потому что Бог такой, он ненавидит зло. Лилу. 125, псалом 125. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, справа руки твоей. Аминь. Аллилуйя, Господу. То есть, когда мы идем за Иисусом, да, и Он хочет обновлять, обновлять наш разум. Вот. И чтобы воля Божья, Его благоводность совершенно исполнилась на каждом из нас. И Он хочет нас возвышать, возвышать, возвышать. Вот. Чтобы мы выше, выше на Его уровень, да. Своим разумом. Потому что, поистине, Он уже, мы уже в Нем. Но нам нужно обновить свой разум, чтобы мы сами о себе начали так думать, как Бог о нас. И написано, Господь хранитель твой, Господь сень твоя, справа руки твоей. То есть, кто-то будет, кто-то, кто будет ставить палки, да, в колеса. Дай Бог, чтобы такого не было, чтобы не было таких. Потому что ты не позволишь этого сделать, да, чтобы кто-то палки тебе в колеса сунул. Потому что у Бога вся власть. Аминь. Он дунет и все. И никого не останется. Вот. И у нас есть власть с вами. Наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражи. Аминь. У нас есть с вами власть, да. Последний враг истребит в смерть, написано. У нас есть с вами власть. И кто же сделает это? Истребит в смерть. Да. Вописано. Господь истребит, да, нечетил вам. Он истребит смерть явлением пришествия своего. Аллилуйя. То есть мы должны сначала понять, кто мы, поверить в кто мы, согласиться с тем, кто мы. Вот. И начать действовать соответственно тому, кто мы есть. Аминь. И все, да, чтобы мы были едины. Вот. Чтобы приблизилось пришествие Иисуса Христа. Чтобы Господь Иисус истребил, нечестил вам, да, явлением своим. Бил, нечестил. И поглощена будет смерть победы. Аллилуйя. Слава Господу. То есть Господь осеняет нас. И есть еще такое слово, да, в новом, в книге Нового Завета, где описывается, когда ангел пришел, Гавриил, к Марии, да, и сказал, сила Всевышнего осенит тебя, и ты зачнешь. И родишь сына, и наличешь ему имя Иисус. Он спасет людей своих от грехов. То есть Мария зачела не от мужчины, а от цветов духа. Написано, сила Всевышнего осенит тебя. Здесь это тоже слово есть. Господь, сень твоя с правой руки твоей. Потому что Бог, Он и внутри нас, и вокруг нас. Потому что Он в нас, и мы в Нем. То есть Он везде, получается. Он не только в нас, и все, а вокруг Его нету. Нет. Он и внутри нас, и вокруг нас. И поэтому, когда говорится, что сень с правой руки, это значит сень с правой руки Господь твой. Сень с правой руки твоей. Вот моя правая рука, и Господь, Он осеняет меня вот с правой руки моей. Аминь. Не написано с левой руки, а с правой. И в Библии, да, есть место в Священном Писании, да, когда Господь поставит козлов по левую сторону, а овец по правой. То есть место, вот, где ты на левой стороне находишься или на правой, имеет значение. Вот. И если ты хочешь угодить Господу, да, то будь на правой стороне. И Господу, который в тебе, Господу, который во мне. И это обращение к людям, ну, добрым, да. Есть, мы знаем, что есть люди, которые, ну, даже в Бога не верят, но сами живут, они добрые. Они хорошие, добрые. Вот. Но они самоправедные, они хорошие. И вот таким людям, Иисус говорит, что они овцы. Овцы, которые, идите, благословенные, написано, отца моего наследуете царство. Ибо алкал я, и вы дали мне пить. Жажду, алкал я, вы дали мне есть. Алкал я, вы дали мне пить. Вот. Был наг. Так, вы одели меня, был болен в темнице, вы посетили меня. То есть есть такие праведники, да, ну, вот, хорошие люди, которые поступают хорошо, вот, добрые, вот. И, может быть, даже они Иисуса не знают. Вот. Зато Он их знает хорошо. Вот. И Он им говорит. И порой, да, ну, есть там братья, сестры во Христе, да, которые... Много есть братьев, сестер, которые даже в тюрьме сидят. Есть такие, да. Которые голодают, которые жаждут, которых нету даже одежды, нету пропитания. Это же такие есть. Рожденные свыше дети Божьи. Вот. И Бог посылает им, да, добрых людей. Бог посылает нам добрых людей. Я сама скиталась долго с дочерью своей. И находились добрые люди, которые в церковь не ходили. Ну, а через них Господь мне помогал. Вот. И, конечно, им зачтется за то, что они помогли праведному человеку. И вокруг тебя есть такие люди, да, которые тебе помогают. Вот у меня есть такие люди, которые мне помогают, потому что, если бы их не было, то я бы тут не сидела и не проповедовала. Я бы ничего не смогла сделать без этих людей. Вот. И таким Иисус скажет, да, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство. Аллилуйя. Слава Господу. Так. Марка 5, 3, 4. Марка 5, 3, 4. Господь, сень твоей справа руки твоей. То есть это люди, которые тебе помогают, которые... Потому что мы нуждаемся в помощи. Вот я нуждаюсь в помощи вашей. Потому что вот я проповедую, я пою. И когда я это делаю, да, и когда люди слушают, вот. Тем самым они помогают мне. Понимаете? Мне самой нужна помощь. Мы те, которые нуждаемся в помощи. Аминь. Но мне тоже Oreo. Аминь. Спасибо. Спасибо. Марка 5.33-4. Марка 5.33-4. Аминь. Здесь говорится о человеке, который был одержим нечистым духом. Этого нечистого духа звали Легион. То есть там было много бесов. То есть в одном нечистом духе много бесов. Вот. Чертей, как говорят в миру, да? Вот. И они мучили этого человека так, что он жил в грабу вообще. В гробах. Мы знаем, что там в Палестине, да, в условиях там жара, пустыня, там в скале высекали гробы. Там не так, как у нас. Деревянный гроб, крышка. Это не такой гроб. Иисуса не в таком гробу похоронил. Он был высечен, да, в скале. Вот. И завален камнем этот гроб. То есть это было как помещение. И там пространство большое. Это не так, что тебе вот положили, закрыли крышкой, и все, и лежишь там. Невозможно не пошевелиться, ничего. Хотя мертвецу все равно, да. Можно ему шевелиться или нет. Вот. Но, в общем, такой и жил в гробу. Он жил в гробах. Он дома не жил. Он жил в гробу. В гробах. И его много раз связывали цепями, но он в эти цепи разрывал. У него была такая сила огромная, нечеловеческая сила, я скажу. Нечеловеческая сила. Потому что нечистые духи, они тоже имеют не сверхъестественную силу и нечеловеческую силу. А мы имеем с вами Святого Духа. Он сильнее всех нечистых духов, которые только есть. Вот. И мы имеем эту сверхъестественную силу. Аллилуйя. Он разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был украсить его. Вот. И тут пришел Иисус, да. Пришел Иисус. И, в общем, он вообще даже шел мимо Иисуса. И этот человек, он увидел Иисуса. Увидел Иисуса и пробежал к Нему. Представляете? Он побежал к Нему издалека. И даже ему поклонился. Поклонился. То есть, этот нечистый дух пришел и поклонился Иисусу. Поэтому, если ты видишь в храме людей, которые кланяются Иисусу, это не значит, что это пришло рожденное свыше дитя Божье. Потому что рожденное свыше, написано, не грешит. Аллилуйя. И рожденный свыше любит братьев своих. И даже полагает душу свою за своих братьев. Нечистый дух пришел и поклонился Иисусу. И, скричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». То есть, нечистый дух, да, он поклонился Иисусу, чтобы он его не мучил. Чтобы Иисус его не мучил. Знаете, порой такое даже в нашей жизни бывает, что мы кланяемся Иисусу, чтобы Он нас не мучил. Вот, чтобы мы думаем, что Бог нас мучает. Вот, потому что, и поэтому поклоняемся Богу. Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из всего человека. Когда мы мучаемся, да, это ясно, что автор, автор – это не Иисус. Автор – не Иисус. Иисус пришел для того, чтобы, наоборот, избавить, да, от мучений, нас от мучений. И мы видим здесь, да, ну, нечистый дух же говорит через этого человека. То есть, он уже тут же оклеветал Иисуса, что якобы Иисус его мучает. Иисус на деле показывает, что это не так, да, что это не так. И Он же его выгоняет, этого нечистого духа из этого человека. И человек становится нормальным. Вот, Он уже одет, значит, да, и Он выгнал этих нечистых духов в свиней. И это все бесы вошли в свиней, пошли в свиней, да, и устремилось стадо скрутизны в море. Их было около двух тысяч, и потонули в море. То есть, две тысячи бесов в одном человеке, представляете? Вот, и, в общем, этот человек, бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Ну, люди, когда увидели этого человека, исцеленного Иисусом, они устрашились им. Вот, страшно им стало. Ну, скорее всего, страшно стало, потому что у них у самих было много грехов, да? И они подумали, что с нами будет-то. Вот, и... Смысл-то в чем? То есть, когда мы лицом к лицу с Господом встречаемся, то обязательно какие-то события должны происходить в нашей жизни. Поворот в судьбе. Поворот в судьбе. Вот, у этого одержимого нечистым духом был поворот в судьбе, когда он встретил Иисуса, Христа, Сына Божьего. И у каждого из нас, да, кто встречается с Сыном Божьим, реально, лицом к лицу, у него будет поворот в судьбе. Аминь. Так вот, если ты пришел в храм, и твоя жизнь не изменилась вообще никак, никакого поворота в судьбе не было, значит, ты с Иисусом не встретился. То есть, тебе нужна реальная встреча с Личностью. С Личностью Иисуса Христа, чтобы твоя жизнь изменилась. Аминь. Это не Бог тебя мучает. Вот, когда Иисуса взяли в Гепсиманском саду, вот, да, а учеников его всех отпустили, то есть, никого не арестовали, только Иисуса. Хотя могли бы арестовать всех и всех распять, потому что они были с ним. Но Иисус сказал, что дозбудется Писание, что из тех, кого ты мне, Отец, дал, я не погубил никого. То есть, при нем, при Иисусе, когда Иисус был рядом с ними, да, реально, вот, вживую, да, когда они с ним были рядом, он сказал, что я не погубил никого. Ну, потому что Иисус – это Бог. И из тех учеников, которые были с ним, я не погубил никого. Но мы знаем, да, что после воскресения Иисуса Христа, да, апостолы, да, ученики Иисуса Христа, они же все, вот, пройдя свой жизненный путь, да, за Христом, верующий уже, с Духом Святым. Потому что Бог послал им другого утешителя. Иисус сам ушел к Отцу, Он личность, понимаете, и послал другого утешителя, Духа Святого. И все эти ученики, можно сказать, да, что Он сказал, я не погубил никого. Иисус говорит, я не погубил никого. Но мы знаем, что все эти Его ученики умерли все мучительной смертью, потом уже, впоследствии. Но это же не Бог сделал, что это же, автор же не Бог, это же автор же не Иисус, это же не Иисус их погубил. Почему мы думаем, да, что если с нами что-то происходит плохое, что это сразу Бог, что автор Бог. Нет. И Дух Святой – это личность. Иисус – это тоже личность. Понимаете? Это другой утешитель. Иисус тоже их утешал, но пришел другой утешитель. И Дух Святой, Он же с ними оставался до самого конца. И даже когда они умирали, мучительной смертью ученики, все равно Дух Святой был с ними. Но Дух Святой не сказал, как Иисус, я не погубил никого. Потому что Святой Дух – это Дух Иисуса Христа. Вы понимаете, что эта личность другая. Дух Святой так не может сказать, что Иисус говорил, я не погубил никого, вот которых ты мне, Отец, дал, я не погубил никого. Никого. А Дух Святому, а Дух Святому, Дух Святой так не сказал, что я не погубил никого. Понимаете? Потому что, когда был с ними утешитель Святой Дух, это же не значит, что Бог – автор, что Иисус – автор смерти учеников, мучительной смертью. Да, гонения были, да, был враг, который преследовал, да, были, дьявол посылал этих гонения, да, гонения на учеников Иисуса были, такие гонения сильные. И автор не Иисус, когда в твоей жизни происходит что-то плохое, автор – это не Иисус, и не Бог Отец даже, и не Святой Дух. Святой Дух, наоборот, подкреплял их, чтобы они могли перенести это все, да, и не отказаться от своей веры. Они не отказались от своей веры, несмотря на то, что с ними это случилось. Аминь. Так вот, реальная встреча с Иисусом, с личностью Иисуса Христа, повлияла на одержимого нечистым Духом, так что у Него был поворот в судьбе. Поэтому каждому человеку нужна встреча с Иисусом вечная, вот, чтобы у тебя был поворот в судьбе. Аминь. Потому что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Не написано, что верующий в Святого Духа имеет жизнь вечную. Хотя, те, Сыны, Святой Дух – это один Бог. Но написано именно в Сына Божия. Аминь. И, да, когда Иисус был на земле, жил, Он из учеников своих не погубил никого. Это было в Писании. Если бы ученики и дальше жили, да, и вообще мучительной смертью, допустим, не умерли, тогда бы Дух Святой сказал, я тоже, вот, когда я был с ними, утешитель другой, я тоже никого не погубил. И все, они все живы, все хорошо, все на небеса вознеслись, никто не умер. Но такого не случилось. Потому что Дух Святой – это другая личность. Дух Святой – это другой утешитель. Вот. И Бог даровал нам Духа Святого сейчас. Дух Святого, Дух Святой сейчас с нами. Аминь. Но у Него другие, у Духа Святого, Он личность другая, понимаете? Он тоже личность. Которая утешает нас, которая помогает нам, которая наставляет нас, которая учит нас всему, чему учил Иисус. Он напоминает нам. Но это не сам Иисус. Аминь. Слава Господу. И Отец – это тоже не Сын. Понимаете? Это разные личности. И мы говорим, что Бог – Триледимый, да. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. Аллилуйя. Это одно, да. Но всё равно каждый из них – это личность. И Отец – это не Сын. Сын – это не Дух Святой. Отец – это не Дух Святой. Святой Дух, но в то же самое Отец и Святой Дух – это одно. Иисус и Отец – это одно. Святой Дух и Отец – это одно. Иисус и Дух Святой – это одно. Но они всё равно разные личности. Аминь. Тебе нужна встреча с Иисусом, с личностью Иисуса Христа. Ты не можешь вообще к Отцу прийти, да. Потому что есть только один вход через Иисуса Христа, через Сына. Другим путём ты к Отцу не подберёшься никак. Я уже говорила, что ты можешь прийти к Горателю, к Творцу, к Всемогущему Богу, но не к Отцу. К Отцу мы можем прийти только через Иисуса, через Сына. Аминь. Почему этот нечистый Дух и орал, что ты меня мучаешь, Иисус, хватит меня мучить. Вот. Пришёл раньше времени меня мучить. Нечистый Дух орал, так кричал. Да? И если ты мучаешься, давайте определимся уже, да. Если мы с вами мучаемся, живя на земле, то автор – это не Иисус. Это точно не Иисус. Автор твоих мучений, Иисус – это Тот, Который избавляет тебя. Иисус – это Тот, Который избавляет тебя. И Он послал Духа Святого, да, сейчас. Святой Дух, Он утешает тебя в скорбях. Святой Дух – это Личность, которая утешает тебя, когда ты проходишь эти жизненные трудные обстоятельства. И не Дух Святой выгоняет, да, выгоняет бесов из людей, а Сын Божий изгоняет. То есть Иисус – Сын Божий. И если в тебе живет Иисус, да, если в тебе живет Иисус, если ты Сын Божий, Дочь Божья, то ты, то ты изгоняешь нечистого, ты избавляешь, ты изгоняешь. Потому что Иисус написано, сказал ему, выйди, Дух нечистый из всего человека. Выйди, Дух нечистый из всего человека. То есть человек Иисус, Сын Человеческий, сказал, а мы с вами, да, сыны и дочери человеческие, и в то же самое время мы дети Божьи. И через нас, через наши уста, ты говоришь, выйди, Дух нечистый из всего человека. Пока ты не скажешь, Дух Святой не выйдет из всего человека. Понимаете? Пока Дочь Божья не скажет, пока Сын Божий не скажет, Дух Святой не выйдет из этого человека. То есть ты должен знать, кто ты. Просто примей эту истину, что ты Сын Божий, что ты Дочь Божья. И начни уже, да, изгонять нечистых духов, которые мучают людей. Аллилуйя. Так. Дальше идем. Иоанна 8, 34. Иоанна 8, 34. Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Аминь. Это разговор Иисуса с иудеями. Ну, и идея это Божий народ, которые жили по закону Моисея. И тут пришел Иисус. И сказал им, что если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. И познайте истину, истинно сделает вас свободным. Они сказали, мы семя Абрамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободным. Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. То есть, опять про сына говорится. То есть, мы должны родиться свыше. Должно нам родиться свыше. То есть, ты должен осознать, что ты дочь Божия, что ты сын Божий. Аминь. От Бога рождаются боги. Я богиня, ты Бог. Аминь. И они считали, что они никому рабами не были, потому что они семя Абрамова, то есть, потомки Абрама. Но Иисус им сказал, что ваш отец дьявол. Представляете, он потом им сказал, что ваш отец дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть, есть дети Божьи, оказывается, есть дети дьявола. Понимаете? Ты определись, кто ты. Ты дитя Божье или дитя дьявол? Поэтому, если говорится, да, если вы пребудете в моем слове, в слове моем, то вы истинно мои ученики. Голливую. Поэтому Дух Святой, да, которого Иисус нам сейчас дал, которого Отец нам сейчас дал, который в нас пребывает, другой утешитель, он напоминает, учит нас всему, чему Иисус учил нас. Да, всему, чему учил Иисус. Это учение Иисуса Христа, доброе учение Иисуса Христа, по которому мы сейчас живем с вами. Вот. И мы не рабы греха. То есть, ты не должен говорить, ой, я не могу избавиться от этого греха, потому что вот грех у меня сильнее. Это все ложь, потому что Иисус, Он в своей смерти на кресте уничтожил все наши грехи. На кресте все наши грехи уничтожены. И когда мы верим, да, в эту жертву на кресте, в жертву Иисуса Христа на кресте, в жертву Сына Божия на кресте, таким образом мы говорим о том, что грех побежден, что грех умер, что грех уничтожен. И мы с вами умерли во Христе, вот это наша греховная природа, она умерла, да, вместе со Христом. Вот. И мы воскресли, как новые творения во Христе Иисусе. А новое творение во Христе Иисусе, оно посажено на небесах. Вот. Во Христе Иисусе. Вы знаете, что сатана, да, ну вот, Люцифер, он же был на небесах, когда согрешил-то. Поэтому не думайте, что если вы на небесах, то невозможно на небесах согрешить. Но написано, что всякий делающий грех есть раб греха. Почему я и вам говорила, что рожденный от Бога не грешит, потому что Агнец Божий, он превыше небес. И твое имя записано в книге жизни. Вот там ты уже, каким образом ты там не согрешишь? Потому что грех уничтожен. Этот Агнец Заклонный, да, за нас, он будет всегда, он будет вечно на троне. Он, этот Заклонный Агнец, истекающий кровью, он вечно будет на троне. Почему и написано, что рожденный от Бога не грешит? Потому что кровь эта до Нового Завета уничтожила грехи все, уничтожила все грехи. И ты уже не раб греха, потому что грех уничтожен. Аминь. Мы свободны, нам нужно верить, да, верить в то, что грех уничтожен. Аминь. Вот, Дитя Дьявола не может быть записано в книгу жизни. Сюда записывают только Детей Божьих. Аминь. Так. 1 Иоанна 3, 8, 11. 1 Иоанна 3, 8, 11. По-моему, уже читали это. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Опять Господь говорит нам. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равные, не любящие брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Знаете, если бы я не любила, да, если бы я не любила, если кто-то сомневается, если бы я не любила, то я бы тут не сидела и не проповедовала бы и не говорила бы Слово Божие. Аминь. И не служила бы Богу. Вот. Если бы я не любила братьев, потому что, может быть, кому-то это поможет. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это помогло многим. Вот. Это служение, да, то, что Бог меня использует. Мне бы хотелось, чтобы это многим людям помогло. Многим братьям и сестрам. Вот. Мы все этого желаем, мы все хотим, да, чтобы река жизни вечной текла через нас, да, в жизнь вечную. Чтобы эта вода живая, которая стала в нас источником воды, текла в жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя. Мы дети Божьи, аллилуйя. Скажи, я дитя Божье, я дочь Божья, я сын Божий, аллилуйя. Слава Господу. Давайте поем «Рожденное от Бога». Слава Господу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за то, что все мое это твое, а все твое это мое. Аминь. Мы благодарим Тебя, что мы, имея достаток в мире, не затворяем сердце свое от братьев, что мы любим братьев своих и сестер по Христе Иисусе. И мы благодарим Тебя, что мы богаты на всякое доброе дело, имея всякое удовольствие. Аминь. Мы благодарим Тебя, Господь, что даже если мы нищи, то мы многих обогащаем. Даже если мы ничего не имеем, то мы всем обладаем. Благодарим Тебя, Господь, за воду живую. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Потому что не хлебом единый жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Слава Тебе, Господи, за то, что мы однажды повстречались с Тобой. Аллилуйя. И Ты наполнил нашу жизнь смыслом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что во Христе мы праведные, святые, верные, совершенные, чистые, непорочные, неповинные, вожделенные. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас хранишь. Аллилуйя. Что Ты избавляешь нас от руки нечестивого. Спасибо Тебе, Господь. И я благодарю Тебя за всех тех людей, которые участвуют в жизни нашей Церкви во имя Иисуса, что они наполнены любовью Твоей, во имя Иисуса, любовью к братьям, что это такие люди, которые полагают души свои за братьям своих. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса, что Ты поднимаешь нас на новый уровень веры, во имя Иисуса Христа. Используешь нас своими Иисуса. Я провозглашаю, что все люди, которые будут внимательны к тому Слову, которое Ты говоришь через мои уста, что Твое Слово о том, что кто соблюдет Слово Твое, тот не увидит смерти вовек, и вспомнилась на нашей Церкви, на тех людях, которые пребывают во имя Иисуса Христа, на той лозе, которую Ты насадил здесь, на этом месте, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть наша Церковь, она будет плодовитой, эффективной во славу Бога и Отца, во имя Господа Иисуса Христа, Царство Божие, пусть распространяется по всей вселенной через нашу Церковь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть уши, сердца, глаза, духовные будут широко открыты у тех людей, которые слушают Слово Божие, которое Ты говоришь через мои уста, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И мы будем плодовиты, эффективны во славу Бога и Отца, во имя Господа Иисуса Христа, что Церковь, она растет, Царство Божие растет во имя Иисуса Христа, подобно закваске во имя Иисуса. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Чести, слава и хвала Тебе. Прославься. Вся честь и слава единому Богу Отцу и Духу Святому. Аллилуйя. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь, за то, что Ты учишь, наступляешь Духом Святым. Аллилуйя. Благодарим Тебя за откровение Санов Божиих во имя Иисуса. Аллилуйя. И помогай нам во имя Иисуса, чтобы мы использовали эту власть, чтобы мы влияли во имя Иисуса на окружение во имя Иисуса Христа, чтобы сатры наши расширились, чтобы наши пределы распространились во имя Иисуса. Ты желаешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И мы этого тоже желаем. Слава Тебе, Иисус. Да прославься Тебе, Святой Имя через нашу церковь. Во имя Господа Иисуса Христа, молюсь. Аминь. Давайте с вами прочитаем молитву. Хвала, да я Тебе всех благ и на земле и в небесах. Хвала Тебе, наш Бог живой, Отец и Сын и Дух Святой и Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, посвятится имя Твое, да пришло царствие Твое, да есть воля Твоя и на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дал нам на сей день и простил нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не вел нас во искушение, но избавил нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовите. Аминь. 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 Продолжение следует...